Здравствуйте, зрители 9 канала. Не могу сказать добрый вечер, не очень он добрый, потому что в Днепре сегодня траурный день 26 сентября. С вами Ольга Владимирова, Евгений Гендин, Григорий Гельфер, Елена Кальянова. В отпуске мы дожили до понедельника. И как ни прискорбно, как раз сегодня мы, должны сказать, что не все дожили, наверняка практически все, я уверена, зрители нашей программы и пользователи наших страничек в социальных сетях, и пользователи страничек 9 канала, в том числе и личных страничек, читателей, подписчики Евгения и Григория, знают о том, что произошло 25 сентября. В воскресенье все внимание Украины и какой-то степени мира было приковано к Днепру. Убили двух патрульных полицейских. И, кстати, зрители могут, я вначале все равно скажу справочную информацию, делиться своими соображениями, комментировать то, что они видят на странице. В данной ситуации так получилось, что экстренное такое, как бы, не на странице программы, а на странице моей я не успел выложить. И звонить могут. Эфир есть у нас? Ну, безусловно. 370-3101. Это прямой телефон эфира. Работает наш координатор. Вы можете звонить и просто высказывать свое мнение по поводу того, что происходит. Может быть, какие-то соболезнования, может, какие-то соображения. Нет, это вот прелюдия была только к тому, что сегодня мы, наверное, не сможем слишком шутить. И, наверное, мы больше... Не всегда слишком, чтобы мы старались, как бы, все-таки дойти до сути, но здесь... Будем анализировать по-своему. Трагическое событие. Да, убиты два молодых полицейских парень. Артем Куташев, 27 лет. И Ольга Макаренко, 36 лет. Значит, они были... Ну, Ольга скончалась в больнице, а Артем умер на месте. Значит, убийца Александр Пугачевник. Это бывший боец печально известного, значит, торнадо, да. Ну, что тут говорить? Я думаю, что и Днепр, и вся Украина в эти дни как бы не отрывались от новостных лент. Смотрели там все это, как это произошло. Значит, ну, по последним данным, Артем все-таки ранил, а, значит, Пугачева. И Пугачев обратился в больницу Мечникова под чужой фамилией. Но был опознан, задержан. Опубликованы фотографии. Крепкий, здоровый, холеный такой... Мужчина. Да, персонаж. Вот. Конечно, это трагедия. Это огромная трагедия, потому что, ну, новая полиция, о которой много спорили, но которая, в общем-то, ну, несла некий позитив. И все равно ощущение того, что у нас вот что-то меняется. И вот именно такая трагедия, она произошла впервые. Это все надо осмыслить. И я думаю, что эти тяжелые дни, конечно, послужат, ну, очень сильным уроком для всех. И тех, кто отвечает за полицию. И просто для граждан. Ну, потому что это действительно событие экстраординарное. По поводу того, что его опознали в больнице. Сегодня главный врач Сергей Рыженко давал брифинг. И ему задавали вопросы, потому что фотографии бойца батальона и фотографии того молодого человека, который вот попал в больницу, они отличаются серьезно. Но это по словам того же Рыженко. Он говорит, представьте себе, когда мы получаем раненых бойцов, но они запыленные, загоревшие, заросшие, раненые в крови. То есть, когда мы их отмываем, это другие люди. Они с поля боя. Мы сами их не всегда узнаем. Так вот, говорит, те шрамы характерные, которые есть у нынешнего пациента больницы Мечникова, это шрамы после ранения и после сложной операции, которые в 2014 году проводили в этой же больнице. То есть, даже если бы он изменил внешность, то по этим характерным шрамам его бы узнали врачи. Но на самом деле пока еще, ребята, давайте будем говорить обвиняемый или подозреваемый. Ну, в нем уже все равно пуля из полицейского пистолета. Да, понятно. То есть, и тем более сейчас даже фотографии есть, даже в социальных сетях, но позволяют определить, там, фотошоп, не фотошоп, какие-то вот замеры делают. В общем-то, все туда идет. Всего руководствия. Которые, к сожалению, для меня были предсказуемы, но в такой массе хлынули. Я даже, в общем-то, для сбора информации просто вот тупо. Я не журналист, не криминальный репортер. Вот сидел, я связался. То есть, ты понимал, что будет плохо, но не думал, что настолько, да? Нет, да, вот чтобы узнать, там, как бы, с Аваковым попросил оказаться в эпицентре, как бы, событий. Поехал, вот, и общался просто вот из хати до Каналидзе познакомился. Троян, очень такой вот, это замначальника полиции, с Баганисом просто и картину в основном. И самое главное, с большим количеством оперативников. То есть, ну, для себя картину, потому что очень много было и будет еще вот всякого. В основном, все, что я, как бы, услышал, оно уже сейчас есть. Я тебя сейчас перебью, вернее, тебя перебьет наш зритель. Что-то хочет нам человек уже сказать в эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Хочется сказать, что земляпухом полицейским. Вообще-то, Деканалидзе хати обещала сервис, помощь людям, а не борьбу с преступностью. Поэтому вступили они земляпухом. И это лишний раз о свободной продаже оружия, которое массировано, прям лоббируется с телеэкранов и всеми средствами массовой информации. Рано, не дорос у нас еще нос, извините. Всего доброго. То есть вы против, да, легализации оружия? Я так понимаю, что зритель наш против. Не дорос еще. Спасибо за ваше мнение. Да, я напомню, телефон 370-3001. Продолжу это вот эти, к сожалению, ожидаемых вещах, но которые пока еще свидетельствуют о нездоровье. Надеюсь, о неизлечимом здоровье общества. Прорвемся, то есть вот две вещи меня как бы, на самом деле их больше. Две основные вещи, которые действительно были для меня там достаточно омерзительные. Это первое, паразитирование на крови и манипуляции политиков прежде всего. Кого ты имеешь в виду? Да, много их. Понятно, что какие-то анти-аваковские силы, анти-порошенковские и так далее. То есть оно же очень сразу видно и видна и армия Ботова. Просто вот люди, которые из политиков... То есть не случилось того, что все объединились вокруг горя? Не случилось? Да, нет, случилось это сегодня те, кто был возле театра Горького. Но это случилось у людей. Минуты, да, минуты сдачи крови. Ну, нормальных, меняемых людей. То есть то, что... Ну, не у политиков. Превысило даже... Я имею в виду политических сил. Случилось объединение, по-твоему? Нет, не случилось, что не случилось. Наоборот, каждый начал использовать это и Министерство внутренних дел, возможно, свою игрой играть. И анти-аваковские какие-то вот силы, назовем их так условно, свою. Ну, вот манипуляция этим делом, понятно, что что лукавить. Я, прежде всего, Вилкула имею в виду. Мне было глупо бы. То есть, который моментально разразился вместо слов соболезнования. Кто создал эти батальоны? Довольная рожа Филатова рядом с Онищенко и Пугачем. И при этом он немножко, сори, обделался. Потому что это фотография, которая размещена. Что вот Филатов и рядом Онищенко и вот этот Пугачев. Хотя, на самом деле, там этот Симеон, архиепископ, вот, ну, или кто, они очень, то есть, там их и близко нету. Да, там священник рядом, там Пугачев, и точно. Равно как и с этой фигни с дракой, о которой мы будем говорить, но это мелочь по сравнению с этим. То есть, действительно, манипуляр, это омерзнение. Да, есть ли проблема с добробатой? Мы прекрасно видели, как набирались эти добробаты. Понятно, там и солдаты удачи, и криминал. Вот когда вот Вилкулы, вот такие, развязав войну, они как бы поджали тогда хвосты. Понятно, что кто-то должен был идти. Понятно, что и сигналы тогда уже поступали. Но вот я с тем же Трояном вчера, мне было интересно, про батальон Торнадо, который сейчас рисуется. Да, но если там несколько сот человек. Да, там больше сотни бойцов, в общем-то, с криминального, скажем там, происхождения, из которых многие просто действительно воевали. Были ли отжимы многочисленных? Это цена войны. Это цена войны, в которой вонь, в которой человеческая вот эта вот изнанка. И тем не менее, тогда, ну действительно, никому, не было ни армии, ничего по большому счету. Наверняка там были люди, которые правосудие прятались. Вот это вот первая манипуляция, и прежде всего то, что Вилку, это омерзительно. Это действительно омерзительное дело, не в моем как бы субъективном отношении. Все манипулируют, и укропы, и БПП, и т.д., и т.п., какие там партии у нас нет. Но вот то, что началось. И второе, конечно, политики, бог с ними, эта реакция, тоже для меня предсказуемо, в значительной части вот обыватели, мы тоже обыватели, и соцсетей. Хотя я не удивляюсь, я когда-то там не так давно сказал, что тот же Фейсбук, он сейчас, это не толерантная фраза, но переполнен мигрантами, из одноклассников, и ВКонтакте. То есть вот это вот хамство, безапелляционность, экспертность, и вот использование площадки, чтобы оскорбить, вот выплеснуть вот свое самое, ну, какое-то незаметное... Ну, это бесплатная психотерапия для людей, что... То есть вот кто-то сказал, какая-то иллюзия самореализации. Не очень умная, но очень раздраженная. Рыба-морализатор, то есть спешат судить, вот судить, причем на уровне истерики, на уровне невежества. Ты знаешь, я за последние дни, как никогда, часто произносила слова и писала в ответ слова, что у нас слишком мало информации, чтобы кого-то судить. Ну, мне кажется, наоборот, у нас сейчас слишком много информации, и в рамках этой информации, в общем-то, человек, который не умеет анализировать, но делать выводы, он просто теряется. И не хочет. Ну, на самом деле, если брать конкретную ситуацию, то у нас с вами действительно у всех, у нас мало информации. Мы не видели конкретную пулю, мы не видели... Но уже люди поспешили свою картину. И последний момент, я закончу эту тему, еще вот касается Днепра, вчерашнего марафона, конечно, палилась моментально, причем не только от тех политических каких-то противников. Ах, Филатов не остановил марафон. Я могу сказать честно, что, например, я не знаю, Гарик, ты бы... Я бы не остановил джаз-фестиваль, там, понятно бы сказали, понятно, минута молчания и так далее. И марафонка, то есть кого остановить? Вот этих людей с ограниченной ответственностью, детей, которые обижали. Это было большое, как бы важное мероприятие, тем более, что Филатов как бы и высказался. И это не его, когда бывают обычно какие-то моменты у него художественные, что перекрытый город и прочее, он способствовал вот этой вот операции. И я, так получилось, последние там полтора часа марафона находился рядом, я видел, как он постоянно был на связи держал. Я хочу сказать, что легко судить, я бы, вот я бы, когда тебя там нет. Безусловно. Люди говорят, вот я бы остановил, я бы не остановил. Я вспомнил, ну, как бы такой случай в своей жизни, но так мне повезло, что я был в Париже в прошлом году, и именно в Диснейленде, когда был объявлен траур, ну, по Шарли, да. И это было там, ну, сколько людей, да, там, в принципе, движение, дети. Это было очень достойные там пять минут, когда все остановилось, а потом жизнь, ну, вернулась к своему, так сказать, ходу, течению. И, в общем-то, это... Ее же никто не остановит. Конечно. И вот... Не Вилкул, не Филатов. Мама Оли Макаренко, да, она сказала, что вот моя дочка так мечтала жить в новой стране. И, в общем-то, вот в этих словах, ну, вот заложена такая боль и такая, ну, в общем-то, сила, что эту страну надо делать новой. Я просто хочу немножко тоже о Фейсбуке, ну, немного, вот просто... И вот об этом уже забытом инциденте, этой драке между Вилкулом и Поросюком, такой смешной на фоне, в общем, реально трагических событий. Просто я хочу сказать о градусе, ну, насилия в обществе очень опасном. Мне попались комментарии этой драки, которые, ну, привлекли каких-то таких больших специалистов в области единоборств. И один из них, там, человек, который работает в главном разведывательном управлении Министерства обороны, он сказал, вот чтобы, если бы они владели техникой, то попав в ключ, Поросюк мог ударить Вилкула ладонью в пах, затем выкрутить и сломать руку. А в свою очередь Вилкул мог вполне выколоть глаз Поросюку, значит, когда был включен. То есть прямо руководство к действиям. Да, то есть это пишут как бы серьезные какие-то... Я надеюсь, что самая рония какая-то в этом присутствовала. Я не знаю, но просто мне кажется, что у нас все-таки в обществе настолько сейчас вот этот вот элемент насилия присутствует, что хотелось бы, ну, какие-то, наоборот, гуманные все-таки нормальные... Я бы не сказал, что это элемент насилия, потому что, слава богу, это сравнительно с предыдущей. Да, рост, безусловно, есть. Но, к счастью, это насилие в значительной степени все-таки остается внутри, на бумаге и так далее. И оно при... Я не хочу говорить банальной фразе. С улучшением уровня жизни и самореализации каждого гражданина уровень насилия будет падать. Но мы видим такое и в развитых странах. Мы из Америки нам через день передают какие-то... Но я не ощущаю, честно говоря, зашкаливающего вот такого насилия. Нет, я просто говорю... Мы просто больше знаем сейчас, мне кажется. Больше портала, больше информационных источников. Источники попредбать Кавпекла стараются друг перед другом... Но, опять же, я не хотел говорить... Мне кажется, это информационная гонка вот сейчас происходит. По сравнению с этим, да, событием, с весь этот трэш-поросюк. Но, опять, здесь тоже пример к тому, что я говорил. Загоняние в двоичную систему большинство. Либо ты, значит, о, правильно, там вот это поросюк. А если ты, как бы, не защищаешь поросюка, то ты, значит, ну, такой вот белоручкой и так далее. Нет, в данной ситуации неприятные оба, потому что публичные драки не делают вообще имиджа Украине. Особенно под камеру. Под камеру, да. Вот под камеру, да. Вот в этом-то как раз вот это дело. Но если, в принципе, там, поросюк бы завалил его, меньше вопросов было. А так вопросы есть. Драться надо так дерись. По поводу того, что произошло в воскресенье, безусловно, скорбеть бесконечно нельзя. Мне кажется, нужно достойно проводить людей, что и было сделано. И помнить, извини, пожалуйста, важный момент. Я закончу вот, что помнить о том, что такие вещи происходят. На самом деле копов, к сожалению, убивают и полиции с гораздо большими традициями. Да, я думаю, что люди, которые идут в эту сферу работы, они отдают себе отчет. Семьям, безусловно, помогут и дадут квартиры. И детям помогут. И денежная помощь. Конечно, это не вернет маму с папой. Главное делать выводы из того, что случилось. Я надеюсь, что выводы будут сделаны. И сейчас мы дадим слово нашему телезрителю уважаемому, который тоже хочет нам что-то сказать. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотя он не добрый. Но все начинается с малого, как говорится. Я вот бываю часто на Европейской площади, когда была погода. И вот видел такие ситуации. Вот это вот беженцы из Донбасса сидят там на скамейках, пьют, ругаются матом. А вы знаете, что они беженцы из Донбасса? У них бэджики, да? Подождите, подождите. Может, это местные? Подождите минутку. Я подошел к ним и говорю, слушайте, тут вот полиция, нельзя пить, и дети, я говорю, рядом, тут концертные программы. А мы, батя, не боимся полиции. Мы из Донбасса, один говорит, без ноги там сидел тоже, сказать, скрывка. Вот вам, пожалуйста, понимаете? Вот что я хочу сказать. То есть это кто-то к нам приносит плохое, а у нас все хорошо, да? Да. С прибытием вот этих беженцев, они говорят около 200 тысяч в области, криминальная обстановка значительно ухудшилась. Спасибо, спасибо вам за мнение, есть и такое мнение, на самом деле я... Но все равно не надо сразу их клеить ярлыки. Я могу сказать, что я каждый день на Европейской площади вижу афроамериканцев или афрофранцузов, которые давно здесь обосновались и с удовольствием напиваются и пьют. Я могу сказать, что я знаю... И тоже им, в общем-то, в этом состоянии наплевать на полицию. Которые, везящим здесь, не относятся людей с днепровской пропиской с рождения, которым плюют жвачки и бухают и так далее. И не боятся полиции. И по поводу криминальной ситуации. На самом деле, мне кажется, что мы действительно стали просто больше знать или больше интересоваться. Это часто уже превращается в какую-то вот желтую журналистику, то есть смакование каких-то подробностей, фактов насилия. Но на самом деле есть еще такое заблуждение, что вот Днепр это какое-то вот средоточие криминальных элементов. Чикаго. Как Чикаго, да. Это же наша история, наши традиции со времен матроса и прочих. То есть Днепр это вот, собственно говоря, что вы хотели от Днепра, это нормально для него. На самом деле, просто поднимаем статистику последних дней. Вот двух-трех последних дней. Сегодня, понедельник, в Киеве 365 тысяч долларов якобы отняли у прохожего, выстрелив ему в ноги. И даже надо повезло с прохожим как-то. Повезло с прохожим, да. То есть у него было по тысяче долларов на каждый день года. Видимо, да. А у него 365 тысяч забрали. Это не бандитский Днепр, там, это вот вполне благополучный город. В Сваляве в ночь с 25 на 26, то есть вот этой ночью, обстреляли ресторан из гранатомета. То есть не гранатами вот этими азербайджанскими забросами, а из гранатомета. Ну то есть это, и об этом пишут как о чем-то таком обыденном. То есть это не есть сенсация, это не есть какой-то нонсенс. Ну что, да, ну Свалява, ну Запад, да, ну там, конечно, там гранатометы на каждом углу. То есть это преподается практически какая-то проходная информация. Вот это пугает. Для нас это, в общем-то, норма. И люди комментируют, а что вы хотите? После начала АТО появилась масса неучтенного оружия. А вот вопрос, а к чему мы, я потерял нить, к чему мы это говорим и на что мы хотим выйти? Мы хотим сказать, что Днепропетровск на самом деле, несмотря на то, что произошла трагедия, не хуже других, а во многом даже лучше. Вот сейчас зритель нам что-то хочет сказать, может быть он нам ответит на наш вопрос. Днепр хуже других в криминальной ситуации или нет? У тебя же есть информация. Алло, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Здравствуйте. Днепр самый лучший. О, вот это вот. Я вам хочу сказать. Я вот прошел Афганистан, да? Вот. Вот этот, ну, недоделанный, который пострелял. Вот. Подозреваемый. Вот пусть бы торнадо там и разобралось с ним. Пусть, а там же не все плохие. Есть же действительно бойцы. Я знаю, что такое война, и я знаю, как это тяжело все, и как многие тяжело это переживают все. Ну, Пугачев, видимо, та паршивая отца, которая портит стадо торнадо. Мы тут не утверждаем ни в коем случае, что все торнадо отбитые и вообще плохие. Ну, конечно, нужно, самое главное, честь и совесть иметь. Я че церк. Честь и совесть кому нужно иметь? Честь и совесть иметь, а не быть вот это беспредельщиками, что они там выговоряют. Беспоний человек. Спасибо. Хотя бывает, что для одного человека и честь и совесть это слишком много. Иногда чего-то одно. Я увеличу темп и защищу Днепр. Днепр и область, которая пока еще Днепропетровская, они не самые плохие, они самые лучшие. Потому что, например, они входят в число пяти доноров. Днепропетровская область в проекте бюджета. А это новый закон, Библия, книга Мормона финансовая, вокруг которого... Для меня понятие донор, это как мужу бегуди сотрудникам Локоны. Потому что донор отдает. А себе? Я вот об этом хочу сказать. Самый большой донор. Я не буду эти вот сепаратистские, мы кормим Украину и так далее, это опасные штуки. Но в проекте бюджета самый большой донор. То есть мы положим в казну вместе с вами 453 миллиона гривен. У меня столько нет, Женя. Как с куста. А мы рекламу начнем же продавать в нашей программе. Так называемая реверсивная дотация. Вот. Для сравнения, 453. Второй донор запорожская 81 миллионов. Там еще киевская донор, полтавская и донецкая. Это, наверное, вот эта вот неокупированная часть. Киев и Одесса, они сами себя. Они не доноры, но и не рецепторы. Они в нуле. У нас же децентрализация, что же опять мы доноры. А вот остальные все области дотационные. Ну как, ну... Я не буду опять-таки делить галичина. Ивано-Франковская область 150 миллионов, самый большой, как это, рецептор. Ну, то есть дотация самая большая. Закарпатская 106 и так далее. Даже Харьковская, пусть стыдливо, всего-навсего 270 тысяч, стыдливо, но тоже дотационно. То есть мы не криминальная столица, мы донор. Да, мы донор, причем самый большой. Но при этом субвенции у нас как бы... Ну, мы на втором, на третьем месте по субвенциям образовательным. Субвенции, в двух словах, там, телезрителям, это то, что деньги, которые даются на целевое использование, которые... Да, целевое финансирование. Да, целевое финансирование. Вот образование, их можно только на это потратить, либо, если не потратил, вернуть государству. Образовательная субвенция у нас 303 миллиона будет, а медицинская субвенция на втором месте у нас полтора миллиарда гривен. Достаточно как бы высокого. Нет, цифры начинают укачивать. Нет, но я к тому говорю, что не просто донор мы отдаем, но тем не менее мы его там получаем. Ну, донора, между прочим, дают сладкий чай и печенька всегда. И выходные. Так вот, в качестве печенька, я все-таки, чтобы тебя укачало еще, я сам много разбирался в этом вопросе, у нас самая высокая дополнительная дотация. Что такое дополнительная дотация? Это когда вот льготы государство дает на тариф и там прочее, местные бюджеты недополучают денег, и тогда им дается дополнительная дотация. И вот, например, в нашей области самая высокая дотация 603 миллиона. А Филатов же еще сказал, что вот бюджет идет сейчас с перевыполнением городской, и в следующем году будет 12 миллиардов. Он не баюкивает, что-то он хочет какие-то чувства мне усыпить, я не знаю, какие правила. Нет, но я имею в виду, что как бы эти финансовые, дай бог им всем удачи, они внушают, это нормальные цифры, скажем, такое. Тем более, если учишь, что это закон определенный, там бюджет, и если к этому, а сейчас строже гораздо к бюджету относится, то не так все погано. Так, наш зритель, не знаю, что думает, так ли все плохо или не так ли все плохо. Давайте послушаем, если можно, коротко. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Тут вот такой момент я хотел бы обсудить. Во-первых, почему нашим ребятам полицейским не выдают бронежилеты? У нас, по сути, война 200 километров от линии фронта. Нашим ребятам, я думаю, эти бронежилеты бы помогли спасти жизнь. И второй момент. У нас были блокпосты в городе, они перестали существовать. Такие уроды, как Пугачев, могли бы и не попасть, если бы нормально, хорошо проверяли машины. А то, что оружие у бандитов, так оно у них уже есть. А у простых граждан его нет. Нужно просто интеллектуальный отбор проводить тем людям, которые выдают оружие. Кому конкретно. Спасибо, спасибо. Если они покупают на черном рынке, то вряд ли можно провести. Спасибо. Это сложно. Кстати, еще два слова тогда скажу, раз так наших зрителей эта тема все-таки волнует и затронула. Он сказал, что сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Борисович Аваков пообещал, что он инициирует законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского. Ну, то есть полицейский по определению прав. Руки за голову. Это будет императив. Что тоже вызвало. Это должно стать социальной нормой. Как в Америке. Подчиняйся полицейскому, а потом обжалуй. И при этом он говорит, что это вовсе не ограничение гражданских свобод, как все тут же вопили, а это только правило безопасности. Он убеждает нас, что всем будет от этого хорошо. Но мы пока еще не жили в такой схеме. Это вызвало волну очень. Я вообще хочу, чтобы мои дети были в безопасности. И вы тоже были. Не только мои дети, но и вы тоже были в безопасности. И все люди в мире были в безопасности. Хочу вот о чем сказать. Сегодня день рождения у человека, от которого много... Который в безопасности? Ну, который, ну, я думаю... Который от ствола есть, я думаю. Есть стволы, есть много стволов, есть целая армия, которой он является главнокомандующим, я имею в виду, Петр Алексеевич Порошенко. Ему сегодня 51 год. И, в общем, его, наверное, надо поздравить и что-то пожелать, да? Ну, потому что все-таки день рождения у человека. Я хотел бы... Мне вот попалось интервью, которое дал Петр Алексеевич CNN, где он говорит о Путине. Он говорит, что Путин там не сильный лидер, потому что он не держит свое слово, значит, и так далее. И он вот говорит, что сильный лидер означает яркую перспективу для страны, сильный лидер означает держать слово, сильный лидер способен обеспечить реформы в государстве и сделать жизнь своего народа лучше. Я желаю Путину стать сильным лидером, говорит Петр Алексеевич. Я вот хотел бы вот слова, которые говорит Петр Алексеевич, пожелать ему тоже, чтобы мы имели яркую перспективу, чтобы были реформы, благодаря которым мы стали лучше. И чтобы все слова, которые Петр Алексеевич говорит, они всегда подтверждались делами. Я просто переподписал открытку его репутатов и ставил туда другое имя. У нас есть три минуты, давайте поговорим о хорошем. А поскольку ты говоришь, что государство под руководством такого человека должно быть лучше, то для меня лучше это культурнее. Женя, культурнее это сигнал для тебя. Потому что человек, руководящий таким государством, должен быть лучше. Ну да, и культурнее тоже. Государство. Давай о культуре поговорим. Я не хочу скомканно, есть тема парка советского периода. Эта тема достаточно... Давай мы ее обозначим, и пусть зритель тоже думает, хочет он этого или нет. Объяви, что предложено. Ну да, предложено разработать два туристических маршрута. Там Днепр, город трех крепостей и парк советского периода. Ну, в принципе, там есть очень интересные моменты. С моей точки зрения, нормальный культурный дискурс, диспут. Есть вещи, которые вызывают некие споры. Я думаю, мы о них, как культурные люди, поспорим. И более подробно, не скомканно, в следующей передаче, я пытаюсь тебя перепасовать, говорим. Я не хочу сейчас как бы очень лихорадочно об этом говорить. Нет, лихорадочно мы не будем говорить. Я могу сказать, можно показать фотографию, которая только в Днепре могла быть. Я, может быть, как бы мы задолбали джаз-фестивалем, но вот эта точка, вот Рик Маргитца, саксофонист, великий, легенда, и Рэнди Брэкер. Они у каждого за плечами 40-50 лет карьеры. 50 лет карьеры у Рэнди Брэкера, а несколько десятков лет у Рика Маргитца. Минора там за плечами. Рик Маргитца, саксофонист Майлса Дэвиса, Чика Курея, Эди Гомеса, а в очках повыше Рэнди Брэкер, пятикратный обладатель Грэмми. И вот, дорогого стоит эта фотография. И встретились, тем не менее, они в Днепре, только в нашем городе. Глубы очках, кто-то из вас повыше встретили в Днепре. Да, пересеклись их карьеры. И Рик Маргитца написал там, «Hanging with my heroes», то есть своего героя он встретил в Днепре. Это приятно. Но единственная вещь, зритель Юрий Черешник написал, самое яркое воспоминание. Идешь, ты, значит, вечером первого дня с монастырского весь такой восторженный, дурацкие мысли о культурной столице в голове, а в аккурат перед мостом караоке. И как по заказу. Мой номер 245. И тут еще ребенок задает вопрос. О чем эта песня? Добро пожаловать в реальность. То есть, поэтому культурная столица – это не констатация, как многие думают, факты, а это амбициозная цель. Это нормально. Я вот еще хочу сказать, что нам же ставят в пример Львов, да, как город, который продвинут. И мы много связей укрепляем, но одну связь мы разорвали. То есть, мы разорвали контракт о поставке мусора. И наши отношения с Львовым стали чище. Нам ставят в пример Львов, а мы хотим тигров. Я предлагаю, мы на своей страничке обозначим несколько тем, которые мы хотели бы, готовы, обсудить. И послушаем за неделю. А вы готовьте звонки, да. За неделю послушаем, что происходит. Просто не хочется их сейчас спалить, а не несуиминутные. Они в вечном. Все, время вышло. Всем спасибо. Доживем до понедельника. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok